Азербайджан и иранские отношения отличаются особой спецификой. На протяжении многих столетий эти две страны и два народа были частью одного государства. Как так исторически сложилось, что две пограничные страны – враги друг друга? Напряженность в отношениях между Баку и Тегераном, наблюдающаяся после Второй Карабахской войны, вышла на новый уровень после 27 января 2023 года, когда в результате вооруженного нападения был убит один и ранены двое сотрудников посольства Азербайджана в Иране. Азербайджан требует не только справедливого расследования, но и сворачивания антиазербайджанской кампании в иранских СМИ. Иран ведет ее потому, что недоволен активизацией отношений между Азербайджаном и Израилем. Баку же явно не настроен отказываться от сближения с Тель-Авивом. Значит, кризис продолжится. Расследование данного преступления и наказать строго тех, кто совершил данное преступление. С точки зрения оценки Азербайджана, убийство Азербайджана поддерживает дипломатические отношения и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки, то время как Иран с этими тракцией, ну и вообще существует достаточно многолетние противоречия между Ираном и Израилем, и Соединенными Штатами. Вот этих противоречий, в принципе, между Израилем и Соединенными Штатами с одной стороны и Азербайджаном их нет. А между Израилем и США и Ираном такие противоречия есть. Поэтому вот Иран здесь говорит о том, что нормализация отношений с Азербайджаном возможна только в том случае, если Азербайджан не будет поддерживать отношения с Израилем. Сейчас в Иране проживает в три раза больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане, и они заставляют опасаться появления сепаратистского движения. Поэтому Иран считает Азербайджан потенциальной проблемой, и Армения в этом может стать важным союзником Ирана. Для Ирана дружба с Арменией становится способом поднять отношения с христианским миром и надавить на Азербайджан. Иран оказывает главным образом политическую и экономическую помощь Армении, обесценивая блокаду со стороны Турции и Азербайджана. Третьих акторов, третьих стран, да, вот, например, Азербайджану крайне нравится то, что Иран поддерживает Армению на горно-карадатском вопросе. А в свою очередь Азербайджану не нравится, что... Вернее, а в свою очередь Ирану не нравится, что Азербайджан имеет дипломатические связи с Ираном и Соединёнными Штатами Америки. Вот это влияние, как бы, на отношение двух стран, фактора третьих стран, вот это вот та проблема, которая, в принципе, сегодня действительно обостряет обстановку между двумя этими странами. Но на данный период времени пока, вот, как бы, выходы из этих статусов в эту сторону и здесь вектора в эту сторону. Поэтому, вот, как их состыковать, для России и Азербайджан являются важным стратегическим партнером, Иран является важным стратегическим партнером. Особенно это происходит, когда сегодня вокруг России сложилась ситуация международной изоляции, да, и для нас, вот, отношения с Азербайджаном и с Ираном крайне важны. И поэтому в интересах России, чтобы между двумя этими государствами не было острых противоречий, чтобы Россия могла, так сказать, взаимовыгодно сотрудничать с каждым из этих государств. Россия является союзником практически всех стран, состоящих в конфликте. Поэтому в ее интересах, чтобы данный конфликт не прирос вооруженный. Екатерина Аскарова, Универньюс.